Симулятор бочки У него было все. Любящая семья, групповой паркур, мощнейшие боевые искусства. Но один прыжок лишил его всего этого. Он попал в чужеродный мир холодной стали, жестоких монстров и карикатурного тоталитаризма. Идея вместо людей сделать имитирующих человеческое поведение роботов в принципе хорошая и бюджет экономит и выглядит красиво. Роботы мне очень нравятся! Если тебе не нравится, не смотри! Гораздо лучше, чем картинки в домофонах разглядывать. Да, Observer? Железяки красивые сделать легче при маленьком бюджете, чем красивого человека. Плюс это изящное решение позволяет обойти сами знаете какие квоты. Разработчикам, конечно, это не помешало попытаться впихнуть свой странный социальный комментарий, который, безусловно, очень нужен игре про кота, который ищет выход из города роботов к своим корешам. Какая сука стена, какой к черту капитализм, да пошли вы наху... Оооо... Кот грустит по роботу. Ну как мне теперь ненавидеть эту игру? Ну, ну, блин. Это не спойлер. Робот потом оживет и все у них будет хорошо. Он просто спит. Анимации? Ахуй. Реально. Не знаю, сколько китов пострадало в моушн-кепчере, чтобы подарить такие натуральные анимации этому бродяге-симпатяге, но им надо памятник поставить. Калить немного, что нельзя свободно прыгать. Можно только, скажем так, переклеиваться с одной поверхности к другой посредством симпатичной анимации прыжка. Изредка что-то идет не так, но в целом выглядит натурально. Но хотелось бы более свободной акробатики. Может я слишком многого прошу, не знаю. Может я охуел? А может быть ты охуел, а? Мир вокруг классный. Где-то жопа и упадок, где-то окружающее пространство красиво украшено пиццей 4 сыра, а где-то натуральный Найт-Сити, где полицаи жмут простой народ, а не он клево отражается от мокрого асфальта. В голове я условно разделил локации на две категории. Коридорные аттракционы для паркура и экшона и полуоткрытые локации, по которым прикольно бегать, изучать их, искать приколы в виде коллектаблсов и интерактивных предметов, чтобы можно было футажик красивый записать и все такие «О, ну какой кит смешной, чё творит шалопай, а?» Киту предстоит посетить три поселения. Первое — трущобы. Оно, на мой взгляд, самое интересное. Тут прикольнее всего лазить, изучать окрестности и интересных активностей больше всего, а роботы наиболее дружелюбные и милые. Есть роботы-виабушники, робот-музыкант, который не знает ни одной песни и сидит на жопе ровно надеясь, что мы не поленимся и подгоним ему пару листков с нотами, и робот-бабуля, которая шьёт роботам модные прикиды. С ней связано одно из моих главных разочарований, так как, выполнив её просьбу, раньше задуманного разработчиками момента, я думал, что пончо, которым бабуля меня награждает, оно типа, ну, для меня, но оказалось, что оно не для меня. Я хотел посмотреть на кота в пончо, а мне в него надо дурацкого робота-гика одевать. Я, блин, я, блин, ходил, выкупал у барыги силовой кабель за честно спиженную бутылку моющего средства, а со мной так поступают? Не, ну это, это жестоко. За остальные товары он просит энергосов. Зачем роботу энергос и киберпечень сажать? Второе поселение — рабовейник. Эту штуку как будто тот Говард придумал, прям мегатонный пахнет, или какой-нибудь такой штукой. Тут мы совсем как-то ненадолго. Интерактива мало, один жалкий сайдквестик нападай-принеси, зато робо-армянам можно нарды разъебать. Ну и самый лакшери-суперпункт хай-тек город — Эммидтаун. Средоточие зла, капиталистическое чрево, тоталитарная помойка со злыми полицейскими. У них даже головы как камеры, блин, это же литер или 1984 градуса по Фаренгейту, капец! Мы тут присоединяемся к местному копротивлению и всячески копротивляемся. Ломаем камеры, саботажем на заводе злой корпорации. И вот, разрабы, вы чё делаете, сволочи? Вы зачем кота в политику впутываете? Я не хочу копротивляться, я хочу найти коту, его семью и робота в процессе подоёбывать. Насука! Но нет, наш компаньон рассказывает нам об ужасах капитализма, а местный капиталист рассказывает, как он любит, а деньги! А на улицах стражи порядка кошмарят несчастных копротивленцев. Капитализм ужасен, шлите деньги, ссылка в описании. Не смотри на социальный комментарий, смотри, как кот смешно краску роняет. Правда, умора. Человеки любят котов. Люби котов. И, по сути, две последние локации на порядок менее интересны для изучения, чем трущобы. В трущобах было где полазить, поискать секретики, в то время как эта штука — это пара этажей с одним неинтересным сайдом «Подай принеси». Они тут все «Подай принеси», но «Подай принеси» в трущобах хотя бы приколен тем, что песни, ноты которых мы приносим этому бездельнику, этот бездельник тут же исполняет. А мы, в свою очередь, можем послушать этот прикольный расстроенный звук и полежать неподалёку. А Мидтаун линеен и полазить особо негде, хотя по ощущениям он будет поболее трущоб. Хотя, справедливости ради, Мидтаун ебёт в визуальном плане и разнообразием прикольных мест, где будут разворачиваться наши приключения. Мы пиздим одежду в магазинах одежды, бунтуем в жилом комплексе, камеры толстой кошачьей жопы не выдерживают и даже зависаем в ночном клубе, а дня тут не бывает, тут город под куполом с лампочками, похожими на звёзды, с известным электронным дуэтом Dark Post Hardcore. Но не всё в этом постчеловеческом мире так безопасно и дружелюбно. Если в поселениях мы занимаемся адвенчурными делами, то в локациях, промежуточных и более линейных местах мы паркурим и сталкиваемся с враждебными элементами, от которых надо, как правило, драпать. И большую часть игры этими элементами являются местные хаткрабы с ехидными глазёнками. Когда-то они были людьми, но под гнётом капитализма они скукожились и едят котов. Или типа того. Я напиздел. В какой-то момент в наши цепкие лапы попадает лампочка для выжигания этих негодяев, позволяя почувствовать себя настоящим дезинсектором. Только на гигантские глаза эта штука не работает. Хватит за мной следить! Это сейчас звук из Наруто был? Правда, эта штука ломается минут через 10. Особо не рассчитывайте на возможность давать отпор ПКД, а то стелсовать неинтересно будет. А последние экшёновые сегменты нам приходится, да, стелсовать. И скрываться от тоталитарных дронов, которые в случае обнаружения ими протагониста будут стрелять лазерами. А вам не хочется подставлять под них кита. Кому охота смотреть, как в кита попадают лазеры? Никому не охота! Сестра смотрела, как я играл, и когда меня подбивали, она меня, блядь, душила. Ладно, не буду об этом. Благо, у тупых роботов не развито коробочное зрение. Чё столпились? Нахуй идите. Будь я одним из тех противных эссеистов, я бы в превью впихнул байтовую надпись по типу «Стрэй, игра не про кота». Стрэй, игра не про кота. И в отличие от них, несмотря на мерзкий довольно байт, был бы прав, потому что про кота всё понятно с самого начала. Гораздо больше мы узнаём и следим за судьбой вот этого молодого человека. Мы закачиваем его сознание в маленького робота и по пути к концу сюжетной кампании раскрываем историю его прошлого и узнаём, что в прошлой жизни он был олдсмобилем Дельта 1970. На самом деле, если затерпеть по методике ванамаса и пропустить мимо ушей в лоб подающиеся социальные комментарии, сюжет милый и прикольный. Персонажи некоторые тоже клёвые, а ты получи пизды. И опять же, игра забивает на судьбу кота. Точнее, мы знаем в конце судьбу города, судьбу робота, заменяющего нам руки, и кот вроде бы вышел во внешний мир, но нашёл ли он своих корешей? Нет, нет, реально, у меня с таких концовок жопа горит со времён смешариков, где в конце серии, где ёжик искал потерянную игрушку Нюши, он после того, как нашёл её, серия закончилась, и нам не показали, как он её ей отдал. Это как во время полового секса, перед эпическим финалом одеться, встать и уйти, но, 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 я исправил эту ситуацию и всё доделал. Я крутой. Субтитры создавал DimaTorzok